А еще в воскресенье на запасном поле республиканского стадиона пройдут скачки и трюки на лошадях. Шоу-программа «Джигитовка» станет подарком жителям республики от конно-спортивного клуба из Чувашии «Отрадная». По сути, это боевое искусство, казачий национальный вид спорта, во время которого ездок выполняет самые невероятные гимнастические и акробатические номера. Такого в коме точно никогда не видели, причем вход для всех свободный. Константин Куратов приоткроет некоторые подробности. В конно-спортивном клубе «Отрадная» продолжаются усиленные тренировки. Два раза в день «Джигитовщики» оттачивают программу, в которую перед серьезными выступлениями всегда вносят что-то новое. Впрочем, грядущее выступление в Сыгдовкаре у этих спортсменов первое, а значит, нам обязательно покажут все главные трюки этого казачьего зрелища. А это и скачки с пикой, рубка шашкой, а еще стоя и вниз головой, кувырки и, внимание, самый опасный элемент – пирамида в шестером на трех лошадях. Заметим, все это пополняют совсем еще юные ребята. У нас в команде 11 человек, я как самый старший, мне 27 лет, тренирую вот ребят. Есть и школьники, есть и окончившие школу, учащиеся в техникумах. Ходят заниматься, нам полюбили этот спорт просто, и вот занимаются после учебы, после школы. В команде есть и девушки, которые выступают наравне с юношами, и это особая прелесть шоу, говорит тренер. Причем среди них есть призеры различных соревнований и чемпионатов по джигитовке. Секрет побед не только в напряженных тренировках, а в доверии между ездоком и скакуном. Это удается далеко не всем и не сразу. Сам Игорь Максимов в мае на всероссийском чемпионате вновь вставал на пятистал почета, завоевав бронзу по владению оружием, уступив только лидерам страны по джигитовке – Москве и Волгограду. Элемент владения шашкой – это рубка лозы направо, налево, укол в чучело, рубка конуса с водой, потом веревочный шнур и опять же забираем кольцо. Жители Сыктывкара до сих пор могли видеть разве что показательные выступления учащихся детско-юношеской иконно-спортивной школы. Джигитовка же – зрелище, захватывающий дух. Команда от Радова привезет в Сыктывкар 9 своих натренированных лошадей. 20 августа начнутся первые тренировки. А 21 августа всех приглашают на невероятное часовое выступление. Начало в 13.30. Вход свободный. Константин Куратов, Телеканал Юрген.